Ну вот эти демонстративные действия как со стороны НАТО, так со стороны России и в том числе боевиков, которые там тоже собирают группировки, готовят новые бригады и тому подобное. То есть это все пока идет как демонстрация. Но общая, скажем так, общая тенденция, это все-таки идет к затиханию военной стадии этого конфликта и решению его политическим. Но это они уже между собой, то есть НАТО и Россия, ну Америка, ну НАТО назовем так, и Россия будут между собой определять. Затиханию конфликта на Донбассе имеете в виду? Ну в принципе да. Все, скажем так, в этом заинтересованы, кроме там отдельных бандформирований, которые чисто живут на грабежах. То есть для них вот это мать родна. А вот разные наемники и так дальше, те же самые русские военнослужащие, те же самые русские политики, они видят, что ну как, ну смысла в этом нет. Вот что они хотят просто ослабленный этот Урд на Донбасс повесить на Украину. Понятно. Михаил Иванович, можете ли вы назвать четкие конкретные указания на то, что действительно конфликт имеет тенденцию к затуханию? Вот есть объективные какие-то указатели этого? Ну это все, оно складывается с мести взятого. Ну во-первых, это по поведению, скажем так, нашего военно-политического руководства. То есть и тут как мобилизация, так и демобилизация. Но я могу сказать, что те, которые, даже большинство из тех, которые мобилизованы в прошлую волну мобилизации, они не отправляются на восток. То есть там соотношение сил где-то, ну судя по, скажем так, официальному этому, 50 тысяч боевиков вместе с русскими, 50 тысяч наших. То есть это говорит о том, что никто ничего не собирается. Ну для того, чтобы наступать, соответственно, надо же какое-то двух-трех минимум кратное преимущество в живой силе, технике и так дальше. То есть наши ничего не делают. Соответственно, Россия. Ну вот они показывают. Политики тоже, Путин заявляет, что это Украина и так дальше. То есть требует от нас этого Минского соглашения. То есть, ну и Европе это уже давно надоело, эта война. То есть они как бы не хотят, у них там сейчас в Свеции проблемы. Ну Америка как бы она отстаивает свое господство в мире, поэтому она более в этом плане последовательна и агрессивна. То есть все вот эти вместе взятые факторы, вот они об этом говорят.